Здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей в студии Айдар Исламов. В Башкортостан доставили первую партию вакцин от гриппа. Об этом говорилось на оперативном совещании, которое провел глава Башкортостана Ради Хабиров 24 августа. В районы республики отправились поезда здоровья. В их состав входят мобильные ФАПы, флюорографы и маммографы, передвижные диагностические комплексы, стоматологические модули. Врачебные бригады состоят из ведущих специалистов республиканских медучреждений. Из-за дождей темпы уборочных работ в республике замедлились. В сутки аграрии убирали не более 14 тысяч гектаров, при том, что мощность техники позволяет обрабатывать до 80 тысяч. Тем не менее, по данным на 24 августа, по всей республике намолотили полтора миллиона тонн зерна. Глава Башкортостана Ради Хабиров поручил муниципалитетам организовать подготовку к началу нового учебного года в строгом соответствии со всеми санитарными нормами. Это необходимо, чтобы избежать вспышек заболеваемости в образовательных учреждениях. Торжественные линейки, посвященные 1 сентября, пройдут только для учащихся первых, 9-х и 11-х классов в разное время для каждой параллели. Кроме того, в школах планируют применять так называемое плавающее расписание уроков и перемен для минимизации контактов. С нового учебного года все школы Башкортостана готовы обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальных классов. После видеоселекторной части утреннего совещания состоялась оперативка при главе администрации района. На ней был заслушан доклад главного врача Янаульской центральной районной больницы Тимура Младьярова об эпидемиологической ситуации по острым респираторным инфекциям и гриппу и о проведении необходимых профилактических мероприятий. В Янаульском районе охват населения и иммунизации против гриппа в эпидемиологической ситуации в 19-20-х годах, включая средства федерального бюджета, средства предприятий и личные средства граждан, составил 20 488 человек, в том числе 15 118 взрослых и 5 370 детей, что составило 46,7%. В сравнении с 2018 годом привито 18 100 человек, что составляет 43% от населения района. В эпид-сезон 2020-2021 годов запланировано вакцинировать 20 30 человек, в том числе 14 680 взрослых и 5 350 детей. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в России в 2020 году внесены изменения. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации до номера 20 от 13 июля 2020 года о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в эпидемический сезон 2020-2021 годов, необходимо довести охват профилактическими прививками против гриппа в текущий эпид-сезон до 60%. Перед нами стоит большая задача по выполнению этих рекомендаций. С 1 июля 2020 года в Башкортостане изменился порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Документ скорректировали в соответствии с требованиями федерального законодательства. Подробнее об этом рассказала директор филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по городу Нефтекамску Милюша Мухаммеджина. В целях приведения в соответствии с федеральным законодательством отдельных положений нормативных правовых актов, регламентирующих форму и порядок предоставления ДК, с 1 сентября этого года расчет размеров ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет производиться исходя из фактических начислений платы за жилое помещение и коммунальные услуги, определенных в том числе по приборам учета коммунальных услуг, но не более нормативов потребления. Социальную выплату в форме ЕДК получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от радиации, инвалиды, семьи, воспитывающие детей инвалидов, ветераны труда, малоимущие многодетные семьи и другие. Компенсацию, рассчитанную по новой формуле, льготная категория граждан получит в сентябре. Размер социальной выплаты теперь будет зависеть от объема платежей, которые были насчитаны по факту полученной услуги. И будет начисляться в процентном соотношении к нему в пределах нормативов потребления. Таким образом, размер ЕДК будет индивидуальным для каждого льготника и будет зависеть от ряда условий и обстоятельств, а именно льготной категории гражданина, вида жилищного фонда, государственный, муниципальный, частный, числа граждан, зарегистрированных с льготником в жилом помещении, размеры площади жилого помещения, наличие или отсутствие приборов учета коммунальных услуг, этажности дома, уровня благоустройства жилого помещения, наличие или отсутствие задолженности или наличие отсутствия и выполнение соглашения о ее погашении. Важно то, что ЕДК – это возмещение уже совершенных человеком расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. При наличии задолженности по оплате таких услуг ЕДК не выплачивается. Филиалга Курция СПН по городу Нефтекамску ОРБ будет осуществлять ежемесячные расчеты размеров ЕДК на основании данных поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Для своевременного и правильного расчета ЕДК гражданам необходимо оплачивать жилищно-коммунальные услуги до 10-го числа следующего за истекшим. То есть, чтобы получить ЕДК в сентябре, а первую компенсацию, рассчитанную по новому порядку, льготник получит именно в сентябре, коммунальные платежи за июль должны были быть оплачены до 10-го августа. Соответственно, коммунальные платежи за август должны быть оплачены до 10-го сентября. Ну и так далее. Еще раз повторяю, выплата компенсации будет осуществляться при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении выполнения гражданам соглашения по ее погашению. День государственного флага России отметили жители нашей страны 22 августа. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка значений его цветов. Белый означает мир, чистоту, непорочность, совершенство. Синий – цвет веры и верности, постоянства. Красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. В нашем районе разнообразные тематические мероприятия проходили в течение всей прошедшей недели. Кульминацией стала субботняя программа. Тематическую площадку «День флага России» для маленьких янаурцев подготовили педагоги станции юных техников в городском парке. Детям рассказали о символическом значении цветов флага нашей Родины, а также историю его появления и значимости для нашего государства. Ребята поучаствовали в эстафете, продемонстрировали свою силу и смекалку в заданиях конкурса и получили массу положительных эмоций. Цель этого мероприятия – это военно-патриотическое воспитание. То есть дети все равно должны знать и герб, и флаг, и вообще символы России, потому что это для нас важно, это наша страна, мы должны все знать, знать историю появления. Ну и, конечно, естественно, раз это детское мероприятие, мы не обошлись и без развлекательной части. Но дети у нас всегда считаются самыми ловкими, самыми смелыми, умелыми, и для них были проведены такие конкурсы, как эстафета, собирали лего, также рисовали гусеницу, ну и многое другое. Ну, к началу учебного года мы уже начали готовиться, в любом случае, неважно в каком он формате начнется, но в любом случае начали. Да, у нас проводятся и в дальнейшем более даже крупные мероприятия, допустим, конкурс юных изобретателей вот в этом году у нас был посвящен именно 75-летию Великой Отечественной войне, то есть это вот крупное мероприятие. Да, проводим, это наша работа, мы должны ее продолжать, мы должны воспитывать в детях самое лучшее, светлое о нашей родине, о нашей стране. В этот день состоялось традиционное шествие с государственным флагом, однако в связи с эпидемиологической ситуацией оно было менее масштабно. Юные армейцы принесли полотнище по улице Азина. В честь российского триколора сотрудники Дворца молодежи подготовили праздничный концерт. В его программу входили как музыкальные номера, посвященные символу нашей страны, так и прозвучали исторические факты, связанные с флагом. В течение недели мы готовились активно с коллективом к этому мероприятию. У нас прошли квесты, викторины в онлайн-формате. Также вчера у нас прошел флешмоб в формате прямой трансляции. Мы очень рады, что все чаще и чаще вовлекаются в наши мероприятия молодежь. Независимо от того, в каком формате прошли мероприятия, посвященные российскому флагу, однако каждый из них, помимо познавательной и развлекательной цели, несло в себе главную задачу – развивать патриотические чувства каждого жителя, любовь и уважение к своей родной стране. Гуляра Ситтикова, Айдар Садыков, Служба новостей, Янаульское телевидение. Россия моя, береза моя, белокаменная, Россия моя. Скоро начнутся холода, и остров станет вопрос начала отопительного сезона. Все зависит от погоды. Сейчас он начинается, если пять суток подряд температура не превышает 8 градусов. Вообще, к отопительному сезону подготовка начинается уже в мае, текущим и капитальным ремонтом тепловых сетей. На днях завершился капитальный ремонт участка внутриквартального трубопровода отопления по улице Айзина. И это не единственный участок, который отремонтировали до начала отопительного сезона. Как и в предыдущие годы, подготовка к отопительному сезону 2020-2021 годов началась задолго до того, как было отключено отопление в городе. Был разработан план мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду. На сегодняшний день мероприятие выполняется в срок. Готовность объектов теплоснабжения АО «Башка Монэнерго» к отопительному сезону составляет 97%. На капитальный текущий ремонт заложена сумма в размере более 13,5 млн. рублей, из которых потрачено на тепловые сети 8 млн., что позволило заменить 1746 метров тепловых сетей. Хотелось бы заметить, что заменяемые трубопроводы отопления и горячее водоснабжение были проложены с применением труб ППУ-изоляции. Данная изоляция позволяет значительно сократить потери тепловой энергии в сетях. На ремонт в котельных и центральных тепловых пунктах было заложено 5,6 млн. рублей. Проведены работы по замене запорной арматуры, ремонту котлов, сетевых и питательных насосов. Были проведены режимно-налазочные испытания котлов в блочных котельных. Несмотря на то, что к новому отопительному сезону АО «Баш Коммунерго» будет готова на 100%, остро стоит вопрос поставки природного газа и электроэнергии в котельные. Связано это с долгами перед ресурсно-обжающими организациями. Долги образовались в связи с неплатежами населения за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение. Пользуясь моментом, хотелось бы обратиться к населению, имеющим долги перед АО «Баш Коммунерго» в кратчайшие сроки погасить образовавшуюся задолженность, чтобы исключить возможность срыва отопительного сезона в городе Наук. Пожилой возраст – не повод переставать узнавать и изучать что-то новое. Ярким доказательством этого выражения служат участники проекта «Продвинутость. Время пожилых». Реализует его Центр социального обслуживания населения «Аль-Таир», ставший победителем конкурса на предоставление грантов главы Республики Башкортостан на развитие гражданского общества. Благодаря этому и наульские пенсионеры вновь сели за парты и изучают непростую науку компьютерной грамотности. Но работать мы будем чуть-чуть другими элементами. Совсем недавно для участниц этой группы компьютер казался чем-то сложным и непонятным. Однако уже сейчас, спустя два занятия, каждый из них с уверенностью может сказать, что успешно осваивает базовые навыки работы с ним. Хотя, как признаются, это дается не очень легко. Большат Манапова на пенсию вышла семь лет назад. Помимо домашних дел, также присматривает за внуками. И наблюдая, как ловко они пользуются возможностями компьютера и интернета, сама захотела стать уверенным пользователем. Я с радостью записалась на эти курсы. Хочу научиться платежи, платить через компьютер, общаться, переписываться. У меня дети далеко с ними по компьютеру переписываться. Нравится ходить. Стараемся уж, сколько сможем, все усваивать. Курс рассчитан на пять занятий. Каждая длится полтора часа. Если на первом изучали самые простые навыки, то постепенно задания усложняются. Пенсионерам предстоит научиться самостоятельно пользоваться электронными государственными услугами, получать интерактивную помощь и консультации, общаться со своими близкими и друзьями в социальных сетях. Уровень начальный. Начальный уровень. Есть люди, которые совсем не умеют включать даже, не умеют управлять мышкой, допустим. Или для них клавиатура очень такая, не знают, куда нажать, с чего начать. Есть такие. Есть, которые уже посещали подобные курсы, уже более опытные, которые уже умеют. Для всех у нас как бы единая программа, и мы начинаем с самого начала, учим, как правильно включить, как правильно выключить. Далее уже более сложные моменты, такие как, допустим, госуслуги, электронная почта. Мы с ними будем создавать, оплатить штрафы, оплатить снова такие вот ЖКХ и так далее. 13 лет мой педагогический стаж. Если сравнивать с ребятами, то ребята нацелены на оценку, на результат. Я выполню это задание, возможно, для учителя, кто-то из ребят для мамы, чтобы хорошую оценку получить, кто-то для себя. В основном не все. Данная группа уже пожилых людей, им интересен сам процесс. Вот я смогла открыть вот данную вкладку там или создать, допустим, документ, или сохранить файл. Вот сам процесс, сам момент им интересен. С рабочим визитом Центр Аль-Таир посетил начальник отдела реализации и сопровождения проектов Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан Азат Урманов. Он ознакомился, как проходит занятие, выслушал мнение участниц программы. Мы очень рады тому, что данный проект востребован, то, что он актуален. И пообщавшись с некоторыми его участниками, они указали на то, что да, они с удовольствием пришли сюда и этим занимаются. Поэтому я думаю, что этот проект, наверное, еще должен быть. И в настоящее время они еще не до конца его довели. Но надеемся, у них срок реализации до следующего года, они все свои показатели реализуют. В первую очередь, внимание обращаем на то, что социальная направленность. Потому что все-таки этот фонд направлен на некоммерческие секторы Республики. Им пользуются они ради прибыли, а для того, чтобы удовлетворить требования социального населения. Социального направленности населения. И смотрим уже на то, что было заявлено, какие оборудования куплены, что сделано к моменту нашего выезда. Всего до мая следующего года планируется обучить 48 человек. И самое главное, чтобы каждый из них смог почувствовать себя гораздо свободнее в использовании возможностей компьютера. А также получил такие необходимые в современном мире знания. Гульнара Сиддик, Вайдар Садыков, служба новостей Янаульского телевидения. С 17 августа в нашем районе стартовала профилактическая операция «Внимание, дети!». Она направлена на профилактику детского травматизма на дороге. В преддверии начала учебного года это особенно актуально. Ежедневно сотрудниками ГИБДД проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения. Акция пролится до 11 сентября. В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться на перевозку детей. Напоминаем водителям, что перевозить детей нужно в специальных детских удерживающих устройствах и пристегивать ремнями безопасности. За данное нарушение водитель будет наказан по статье 12.23 части 3 кодекса об административных правонарушениях штрафом в размере 3 тысячи рублей. С начала года сотрудниками ГИБДД за данное нарушение выявили более 120 нарушений. И это все на сегодня. Далее прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Далее прогноз погоды. В ЧС в республике ожидается переменная облачность ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 20, плюс 25 градусов. Здравствуйте, уважаемые избиратели. 13 сентября состоятся выборы депутатов Совет муниципального района Янаульский район 5-го созыва. Я являюсь членом Либерально-демократической партии России ЛДПР и было принято решение баллотироваться на этих выборах по избирательному округу номер 7 Истякский, поскольку я готова разделить ответственность за наше с вами благополучие, обсуждать волнующие вас проблемы и действовать с целью их решения. Расскажу немного о себе. Я, Мирсая Павалия Ингелевна, проживая в городе Янаул, замужем, воспитываем двух замечательных сыновей. Работаю в школе учителем. У меня два высших образования. Получила второе высшее образование в Башкирской академии государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан. От председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Константина Толкачева получила благодарность за активную общественно-политическую деятельность. Я хочу стать вашим депутатом, чтобы помогать избирателям отстаивать ваши законные интересы, принимать грамотные решения и нормативные акты, которые сделают жизнь жителей лучше и благополучней. Наиболее наболевшими вопросами остается проблема дорог. Планирую уделить особое внимание вопросам семьи и материнства, особенно находящейся в трудной жизненной ситуации, усилить работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Также продолжу активную деятельность по работе с населением, оказанием помощи в решении проблем. Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Горячая новость для владельцев дач и огородов. Спрячь лето в банку. Сохрани урожай. Крышки 50 штук 89,99. Томатная паста 1 килограмм 79,99. Уксус 1 литр 20,99. Приправы от 6,99. Срок акций до 31 августа. Цены в рублях. Подробности у продавцов. Детская школа искусства объявляет прием детей на новый учебный год по следующим специальностям. Фортепиано, народные инструменты, изобразительное и хореографическое искусство. Группа раннего эстетического развития «Хореографическое искусство». Набор будет проведен с 8 до 17 часов. Дополнительная информация размещена на сайте школы искусств и на странице в социальных сетях. Справки по телефону 8-347-60-556-50-556-60. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знание татарского и башкирского языков. Справки по телефону 5-0402. Спой, птичка. Спой. Спой. В нашей области увеличилось количество лесных пожаров. С начала месяца сгорели тысячи гектаров лесов. Ужас какой! О чем только люди думают! Будь осторожен с огнем! Ты живешь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику – покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям все сложнее общаться между собой, со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем. Необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан. По номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем. Решай их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова